Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. И на очереди у нас третья глава. Продолжаются пророчества Исаии против Иерусалима, против Иудейского царства. Следует заметить, что в первых главах этой книги, книги пророка Исаии, содержатся пророчества, которые обычно относят к раннему периоду пророческого служения этого пророка, к тем годам, когда Иудей правил молодой царь Ахаз. И с первой по пятую главы включительно содержатся пророчества, предшествующие известному событию, так называемой Сиро-Эфраемитской войне, когда коалиционные войска сирийцев и израильтян Северного царства при царе Пекахе напали на Иудею, напали на Иерусалим, совместно объединив свои усилия. Их стремлением было сместить Давидида, Ахаза с престола и поставить своего какого-то другого человека, сына Тавиилова, как сказано в книгах царства, дальше у Исаии мы будем об этом читать, и таким образом сделать иудейское царство марионеточным, а самое главное, они желали того, чтобы это царство иудейское перестало быть царством потомков Давида. Это все подробно описывается в книгах царств, а также дальше в последующих главах Исаии. Так вот, первые пять глав предшествуют этой истории, этой войне сиро-эфраемитской, а сиро-эфраемитская война, когда была, это известно, 735-734 годы до Рождества Христова. Об этой войне мы еще поговорим не раз, когда будем читать соответствующие главы у Исаии, а вот эти пророчества более раннего периода, они предшествуют этой войне и ее предупреждают. Пророк обличает Иерусалим и всю Иудею и предупреждает о тех грозных событиях, которые грядут. «Вот Господь, Господь Саваоф, отымет у Иерусалима и Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца». Так начинается очередное пророчество Исаии против Иерусалима и против всей Иудеи. И все в руке Божьей. И Господь воинств, Господь Циваот, Он лишит Иерусалим опоры, лишит Иерусалим снабжения, Иерусалим будет осажден. И посохом и тростью здесь метафорически называется власть. «Хлеб и вода» здесь, по всей видимости, употребляются эти понятия не метафорически, а в прямом смысле город, лишенный снабжения хлебом и водой, терпит бедствие и, в конце концов, смерть своих жителей, которые его обороняют. Не будет у города, здесь сказано, храброго вождя и воина, это понятно, отымет Господь храбрость у обороняющих этот город, и не будет также судьи и пророка, и прозорливца, и старца. Как же, спросим мы. Но ведь сам Иешаяху, сам Исаия, будучи жителем Иерусалима, он-то будет находиться в городе, он будет оставаться в осажденном городе, который подвернется осаде со стороны коалиционных войск израильтян, войск Северного царства совместно с Дамаском, совместно с сирийцами. Ну, вот здесь, видимо, имеются в виду оппоненты пророка Исаии. Часто мы у пророков действительно видим внутри корпорационную полемику. Часто пророки полемизируют и даже противостоят другим пророкам. Истинные пророки противостоят пророкам ложным. Вспомним противостояние Иеремии и Ханании, классическое противостояние. Часто пророки выступают, такие как Осия или Миха, современник Исаии, Михей. Сам Иешаяху выступают против пророков. Следует напомнить, что в Священном Писании Ветхого Завета, в Танахе, в Еврейской Библии, нет термина, который обозначал был же пророка. И лишь из контекста мы можем догадываться, что речь идет о пророке ложном. В тексте же просто стоит слово «нави», «пророк». И лишь из контекста мы догадываемся, что речь идет о пророке, которого Господь не посылал, но который сам на себя взял эти функции, то есть о лже-пророке. Вот здесь термин «нави» в конце второго стиха, переведенный в синодальном тексте как «пророк», за ним следует термин «косэм», который в нашем русском синодальном переводе передается через термин «прозорливец». Прозорливец обычно переводится совсем другим словом, а вот термин «косэм» — это скорее соответствует понятию «гадатель», практика которого основана на каких-то гаданиях, гаданиях по облакам или рабдомантиях, гадания по всяким там палкам, тростям, которые, может быть, не случайно здесь упоминаются в первом стихе. Так вот, по внутренностям жертвенных животных гадали, в наше время гадают по кофейной гуще, по собачьей мозоли, по чему угодно, хиромантия имеется в ходу. Эти все практики строго запрещены израильским законодательством. И когда пророк вместе с непрозорливцем, а гадателем перечисляются в одном ряду, то, значит, речь идет о лжепророке, который в общей компании с этим непрозорливцем, конечно же, с гадателем здесь во втором стихе. И эта практика строго осуждается обычно и пророками, и в законодательных текстах, в текстах пятикнижия. И дальше вот перечисляются в третьем стихе пятидесятник, пятидесятника тоже Господь отымет у Иерусалима. Здесь имеется в виду, конечно же, неизвестное направление в протестантизме, пятидесятники так называемые. Имеется в виду начальник над пятьюдесятью воинами. Были сто начальники, тысячи начальники, были пятидесяти начальники. Это командир отряда из пятидесяти воинов. Вот пятидесятник в единственном числе, но понимать здесь следует, скорее всего, коллективно. Не будет ни одного пятидесятника, не будет вельможи. Здесь советник перечислен. Йоэц. Йоэц — это советник. Ну, в целом, слово единственного числа, но понимать тоже надо как сборное понятие. То есть вообще советников не останется. Что такое царь без советников? Понятно. Да еще юный такой, каким был Ахаз в то время. Не будет мудрого художника искусного в слове. Третий стих. Вот здесь требуется пояснение. Здесь говорится «хахам хорошим». Хахам — это мудрый искусный. В более широком понятии это употребляется так же, как искусный ремесленник. Здесь имеется в виду именно ремесло, хорошим. Хахам хорошим не будет мудрого ремесленника, и не будет навон лахаш, не будет искусного в слове. Навон лахаш — это не столько искусный в слове, сколько скорее здесь имеется в виду тоже запрещенная практика, магическая, распространенная в Вавилонии того времени, в Ассирийской империи, да и на Ближнем Востоке тоже, в западной части Ближнего Востока. И практика, строго запрещенная законодательными текстами и законом иудейским, и также пророки с ней этой практике противостоят. То есть это все, видимо, процветало в Иерусалиме в то время, во времена нечестивого царя Ахаза, во времена предшествовавших ему монархов. И это все вызывало гнев Божий, и Господь попустил, Господь навел врагов на Иудейскую землю и будет наводить после Сиро-Эфраемидской войны. Будет осажден Иерусалим также в 701 году ассирийским царем Санхиривом, и будут другие разные богом попущены военные походы против Иудеи. И все это не зря, ведь все в руке Господней, и ассирийские, и сирийские, и израильские войска, ими их направляет против собственного народа, против собственного иудейского народа направляет сам Господь. Для наказания, для вразумления, для поучения, чтобы не было всех вот этих магов, волшебников, лжепророков и прочих всяких нехороших деятелей в городе Иерусалиме, в столице. И Господь их отымет, отымет у Иерусалима эту опору, так сказать, духовную, лжедуховную опору. Дальше 4 стих. И дам, прямая речь Господа, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. Это время, эпоха начала царствования юного царя Ахаза, который был возраста небольшого, можно сказать, еще неопытный, зеленый царь, вступил в правление, воссел на троне великого своего предка Давида. И вот здесь, возможно, содержится в этом стихе критика царской власти, неопытной. Здесь слово множественного числа отроков, ну и советники, наверное, тоже были не очень опытные, помощники царя, дети будут господствовать над ними, отроки, дети. Здесь в отрицательном смысле, то есть у власти встанут молокососы, так сказать, люди совершенно неискусные и неопытные. Это плохо, когда народом управляют люди молодые и неопытные. Следует сказать, что и в церкви нашей христианской существует правило, каноническое правило, никого не рукополагать в опресвитеры, то есть в священники, а раньше 30-летнего возраста. И это верное, это мудрое правило, и мы должны его придерживаться. «И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможию». Вот когда нет в обществе такой справедливой, достойной иерархии, тогда и получается такое вот, о чем здесь говорится. Юноша нагло превозносится над старцем. Старца нужно почитать, пред седым человеком вставать необходимо. А когда юноша, получивший над старцем власть, над ним измывается, то такое общество, оно действительно теряет свою опору. Следует сказать, что не должно такого быть, конечно же, и у нас христиан, и молодых не нужно ставить начальниками над пожилыми. это может привести к нестроению, когда молодой человек получает избыток власти, получает полноту власти, и над старцами приобретает, господствует. И тогда, вот когда такие бедствия постигнут, осажденный город, когда город будет и вся страна будут измождены войной и нестроениями внутренними, тогда, шестой стих, ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет, «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». Недостаток мудрых правителей приведет к такому бедственному состоянию города и страны. А он, склятую, скажет, «Не могу исцелить» и дальше идет курсивом, этих слов нет в еврейском тексте, они добавлены переводчиком, «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Каждый будет в это бедственное время избегать руководственных должностей и уклоняться от того, чтобы быть вождем. Город, страна разрушенный, все в развалинах. Кто же хочет управлять и обороной, и вообще страной, и городом в такое неблагополучное время? Нет ни хлеба, ни одежды. Как можно быть вождем? Как можно заботиться о народе, о городе, терпящем бедствия? Поклянется и откажется от этой должности. Здесь, вот в еврейском тексте содержится такое слово, которое говорит о том, что раны гниют. Имеется в виду, видимо, гнение человеческих ран, человеческих даже трупов, может быть. И вот когда весь город завален трупами, тогда действительно ничего не остается, как этот город покинуть. И вот в восьмом стихе и говорится, «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что языки ходила их против Господа, оскорбительны для очей славы его». Моральное и духовное состояние города и страны привели к его разрушению, к его погибели. Здесь пророчески говорится о тех бедствиях, которые обрушились на Иерусалим, и в результате нашествия сирийцев вместе с израильтянами, то есть Сиро-Ефраеминской войны 735-734 годов, и в результате будущих бедствий, которые обрушатся в ходе нашествия Санхирива ассирийского и других походов других царей ассирийских на Иуду. Ну, а в конце концов, все это закончится в начале VI века. Я напомню, что до нашей эры начало века это более крупные числа. Вот 586 год, падение Иерусалима, это не конец VI века, а начало. То есть счет идет в обратном направлении, поэтому 586-587 годы это начало VI века, а не его конец. Вот тогда уже вавилонская сила, вавилонские полчища нового вавилонской державы под руководством Науха Днецара они нападут на Иудею и осадят Иерусалим, и все приведет к его разрушению и захвату. Но пройдут еще десятилетия, пройдет еще больше 100 лет, прежде чем это совершится. И об этих событиях вавилонского нашествия мы прочитаем уже во второй части книги пророка Исаии, части, начинающейся с 40-й главы. А здесь более ранний период описывается тот период, который та эпоха, которую обычно называют ново-ассирийской эпохой ближневосточной истории. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как садомляне, не скрывают горе душей их, ибо сами на себя навлекают зло. Вновь звучит инвектива в адрес правителей Иерусалима той эпохи, эпохи 8-го века, второй половины 8-го века. Вновь жители Иерусалима сравниваются с жителями Содома, о чем речь шла также в первой пророческой речи, в первой главе. Там говорится, горе вам, князья садомские обращаются к князьям Иерусалима пророк. Здесь вновь называют жителей своего города, прежде всего его вождей, князей, жителями Содома, потому что их грехи такие же, как у жителей этого древнего города, ставшего притчевоязыцах, погубленного Господом, а может быть, даже и превосходят их. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Город не стоит без праведника, и сам Исаия праведник, и помимо него есть еще другие праведники в этом городе, и поэтому город до времени будет пощажен Господом. И не в поколении Исаии, а в другом поколении, пройдет несколько поколений еще, и после того лишь Иерусалим будет подвергнут захвату. Господь попустит врагам взять этот город. А пока праведники спасают город Иерусалим своей праведностью. А беззаконнику горе, противопоставляется праведник и беззаконник, беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Это понятно, Господь не оставит без наказания беззаконника. Это логика возмездия, она и в книгах премудрости, и в книгах пророков присутствует. «Притесните ли народа моего дети, и женщины господствуют над ним?» Нехорошо, когда в народе власть принадлежит детям и женщинам, когда в народе, в гражданском обществе или в церковном народе церковным народом руководят люди молодые, неопытные, а тем более женщины, ни к чему хорошему это привести не может. Это навлечет лишь бедствие. Такие люди не могут управлять, здесь требуются мудрые люди, старцы. Вот слово «пресвитер», а рукополагают в церкви не во священнике, а во «пресвитеры», мы говорим, человек рукоположен во «пресвитеры», «пресвитер» переводится «старейшина», «старец», то есть сам термин уже говорит, что человек не должен быть молодым. Почему я это все говорю? Да потому, что пророческие тексты, они актуальны всегда и имеют значение и для нашего времени, когда совсем другая эпоха, но пророческое слово, оно не перестает быть значимым и актуальным и для нас. «Народ мой», звучит прямая речь Господа в 12 стихе, «вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили». Когда вожди неправедны, когда они неопытны, когда у власти становятся дети, молодые люди и женщины, тогда беда ждет весь народ. Когда неопытный царь, да еще и неблагочестивый, каким был Ахаз, руководит городом и страной, тогда нравы в этом городе оставляют желать лучшего, тогда все дела его, и внешняя, и внутренняя политика требуют исправления, и Господь это исправление осуществляет в том числе и с помощью иностранных полчищ, которые напускают на свой город и на свой народ. «Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы». Господь судит все народы, но время начаться суду, сказано, с Дома Божия, и прежде всего Господь судит свой народ. Этот суд осуществляется и через вражеские армии. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленный у бедного в ваших домах». Вот эта критика социальной несправедливости, когда богатые грабят бедных, она звучала в предыдущих пророчествах, в первой и второй главах, и вот вновь она звучит в третьей пророческой речи, в этой третьей главе. Господь судья, вдов и отец сирот, и он вступается за невинно осужденных бедняков своего народа, вступается в суд со старейшинами, вступается в суд с вельможами, с властью. Виноградником здесь метафорически называется израильский народ, народ Божий, виноградник. «Вы опустошили», говорит, виноградник. Это неоднократно будет звучать. Вот эта метафора использоваться в пророческих речах Исаии будет, как и у других пророков, используется метафора виноградника. Вот в пятой главе Исаии эта метафора будет применяться. В других текстах применяется эта метафора. Не только у Исаии. Вспомним, например, совсем не к пророческой письменности относимый текст в поэзии, например, в книге «Песнь песней Соломона», где также говорится о винограднике в метафорическом значении этого слова. «Награбленное у бедных в ваших домах с помощью неправедного коррумпированного правосудия, подкупленных судей, богатые вгоняли в долговое рабство бедных». Об этом Михей пророк говорит, современник Исаии. Исаия также борется за социальную справедливость и обличает богатеев, которые награбили, и это награбленное у бедняков, оно находится в их домах. Они притесняют народ, и пророк говорит, что вы тесните, вернее, Господь говорит через пророка, что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. Пророков Своих Господь посылает обличить сильных мира сего и защитить бедных. Бедняки Господни, они особенно дороги Господу, и пророк от имени Господа вступается за них. 16 стих. «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменные ходят подняв шею и обольщают взорами и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах, а галит Господь темя дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их». Сионом здесь метанимически называется Иерусалим, Сион, гора Господня, гора дома Господня. Этим словом, этим поэтическим выражением обозначается весь Иерусалим, да и в целом вся Иудея называется часто Сионом, метанимия. Одним словом, одним названием, именем обозначается другое, чем-то частным обозначается целое. И вот эти начальники здесь, это дочь Сиона, надменны, они ходят подняв шею и обольщают взорами, как надменная какая-то женщина, начальница высоко подымает шею и обольщает своими взорами. Ну, за это Господь оголит темя дочерей Циона. Вот этот термин, который здесь используется, термин каркод, говорит не столько о теме, не может быть, сколько о передней части головы, но, возможно, это эвфемизм. И речь идет о том, что враги оголят, взятых в плен иерусалимлян и покажется их срамота. То есть нижняя часть тела, скорее всего, имеется в виду, эвфемизм используется. Вот дочь Циона прекрасная будет опозорена, оголена. Этих дочерей Циона Господь оголит, покажет срамоту их, срамоту, то есть нижнюю часть тела все увидят и уже тогда не будут они обольщать взорами и поступать величаво. Враги, когда захватывали в плен, они снимали дорогие одежды с пленников и показывалась всеобщему взору нагота обнажаемых их срам. В тот день отымет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки, серьги, ожерелья и опахала и увясла и запястья и пояса и сосудцы с духами и привески волшебные. Персни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые тонкие япончи и повязки и покрывала. Вот этот весь набор многообразный, чрезвычайно перечисляются все предметы украшений женских, вот это все будет снято, снято врагами, захватчиками в тот день, День Господень, имеется в виду, видимо, ближайшее какое-то вражеское нашествие, когда попадут в плен эти богатые женщины, в их образе здесь представлены все богатые вельможные люди, жители города Иерусалим. Вспомним, что и сам Исаия был вельможей и человеком небедным, но вот здесь он обрушивает свою критику пророческую на своих сограждан, богатых, прежде всего, сограждан, князей, тех, кто стоит у власти, начиная, быть может, с самого царского дома. И будет вместо благовония зловония, вместо пояса будет веревка, вместо завитых волос плеш, вместо широкой япончи узкое вретище вместо красоты, вместо красоты клеймо построено на противопоставлении предметов, обозначающих богатство, славу, честь, достоинство. Вместо этого будет унижение, бесславие, бесчестие. С пленниками поступят так, как обычно всегда и с ними поступают, с пленниками. И вот клеймо вместо красоты, узкое вретище. Вретище это такая дерюга из мешковины. Представляете, когда вместо драгоценных украшений, которые сняты, вместо роскошных верхних и нижних одежд, на пленника одевают мешковину, грубую одежду, вместо богатых поясов, украшенных, припоясание просто веревкой будет вместо пояса. И в целом, как здесь сказано, вместо красоты клеймо. Я сейчас прочту окончание этого стиха, как оно в еврейском тексте. Гацанифот Гарадидим. Гарадидим. Вот как звучит это на еврите. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. Мужи, воины, здесь имеется в виду, у которых отымятся, как сказано в третьем стихе, пятидесятник, пятидесятник, то есть военачальники отымутся, падут во время осады, во время сражения. Вот они вслед за начальниками падут, за военачальниками и все остальные воины, мужи и храбрые воины. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Так заканчивается третья глава. Здесь столица, город, город женского рода. Слова столица в еврейском тексте нет. Здесь говорится просто о воротах. Ворота будут плакать. Тот же самый образ мы находим в книге, например, Эйха, плач Еремии, где говорится о нашествии вавилонян. Образно, метафорически, сам город, сами его ворота, стены, это в книге плач Еремии, здесь говорится о воротах, они плачут. И используется образ женщины, которая предана трауру, предается трауру, и она будет сидеть на земле опустошенная. Вот будут сняты красивые одежды, в узком ретище женщина садится на землю опустошенная и оплакивает гибель столицы. Сама столица здесь в образе женщины, ворота плачут. Город Ир, Иерусалим, здесь сидит на земле опустошенный. Образ женский, образ женщины в трауре, вдовы, оплакивающей погибших воинов, часто применяется и к городу, к Иерусалиму, и к народу иудейскому. Показывается таким образом траур, плач, скорбь. В древности действительно, когда выражали скорбь, когда носили траур, то одевали вместо одежды обычной одежды, мягкой одежды, одевали грубую одежду из мешковины, дерюгу, вретище, садились на землю в прах, посыпали голову пеплом, остригали также волосы головы своей бороды, остригали, рвали на себе волосы, одежду разрывали. Это все были знаки траура, знаки скорби и печали о погибели. Так заканчивается третья глава книги пророка Исаии. Запись делается для библейского портала Экзегет. 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 Продолжение следует...